В предыдущем видео я рассказал вам о постметале в целом, о том, как он появился, когда, что для него характерно и какие группы на него максимально сильно повлияют. А сегодня я решил наконец-то выкатить свой топ 10 любимых и лучших, по моему мнению, постметал альбомов ever. Друзья, как обычно, в комментарии к этому видео напишите свой личный топ постметал релизов, как всегда интересно будет почитать. Если же вы смотрите мои видео впервые, обязательно подпишитесь на «Уши в огне», здесь я регулярно обсуждаю всякую разную интересную новую музыку и что-то новое и полезное для себя вы тут однозначно почерпнете. Начать этот топ я хотел бы с Russian Circles. Коллектив обладает крайне ровной дискографией и это в их случае играет довольно интересную роль. Выбрать какой-то один конкретный альбом у них мне крайне сложно, но все же пусть это будет Женева. Абсолютно полярная пластинка. Тут есть и зубодробительные боевики с разрушающими все рифами и спокойные почти построковые куски, под которые можно засыпать. Филос, например. С другой стороны, у них так было всегда. Группа абсолютно в себе, но обладает очень сильно, я бы даже сказал, мужественной атмосферой и очень хорошо демонстрирующая себя в жанре. Swallow the Ocean и их одноименный альбом. Найти эту пластинку где-то на стриминговых сервисах не представляется возможным, поэтому ищите на торрентах. Пластинку альбомом в привычном смысле этого слова на самом деле сложно назвать. Полноценными треками из восьми, дай боже, можно назвать четыре композиции. Плюс звук уже давно не так хорош, но именно в годы моего знакомства с жанром Этот альбом оказался жемчужиной, которую к моим ногам прибила дружеская волна. Альбом полный меланхолии и убойного кача, пробивающего иногда трешовые днища, при этом с проблесками чистого вокала. Абсолютно в канонах. И, само собой, главная концепция вертится вокруг воды. Далее. Двойной альбом группы Bosk под названием «Точка-1» и «Точка-2». После перехода на Death Wish группа Bosk трансформировалась во что-то странное, экспериментальное и метальное. И вообще они очень сильно ушли от своей изначальной концепции первых двух альбомов. Концепция там была прекрасна. Треки минимум в 10 минут продолжительности, по два трека на альбом. Невероятное путешествие в рамках каждого трека. Ты будто бы едешь на поезде по какому-то сказочному миру, где за 30 минут пути ты проедешь и ледники, и пустыню, и леса, и что угодно. Эти четыре трека — это идеальный пример того, как нужно композиционно строить свои песни так, чтобы слушателю всегда было интересно. Я безмерно люблю оба этих альбома, и мне безмерно жаль, что нынешний Bosk, ну, совсем не похожий на Bosk прежних. Немного отвлечемся от темы. Я искренне рад, что в последнее время все большую популярность получают музыкальные инструменты, собранные независимыми компаниями. Одной из таких и является Хмелевский гитарс. Ребята своими руками собирают хорошие и качественные инструменты, при этом по крайне приемлемым ценам. Сами мастера считают, что каждая их гитара имеет характер и душу. Поэтому работают они для того, чтобы именно вы могли раскрыть этот самый характер и эту самую душу этих инструментов. Если же вы сейчас находитесь в поисках новой гитары или просто интересуетесь этой темой, загляните в магазин Хмелевский гитарс. Ссылка в описании данного видео. Гиза «I'm the ocean, I'm the sea» и снова «Неизвестность и жемчуг в волнах». Чудесный повествовательный сладж, постметальный альбом из пяти треков. По факту трек всего три с очень крутыми названиями, как например «Molecular tsunami» и «Interplanetary cyclone». Общий вайб такой, что не качать головой просто невозможно. Но самое крутое в этой записи это все же ее непрерывность и развитие. Как будто бы ты слушаешь одну большую, тяжелую, но крайне интересную историю. К сожалению, не готов так же хорошо высказаться про остальные альбомы этого трио, но «I'm the ocean» точно нужно оценить. Неврозис «Through silver in blood». Про самих неврозис я уже рассказывал в жанровом постметальном трио и сказал, что по моей версии «Through silver in blood» это их лучший альбом. По сути, на нем группа задала все каноны жанра. Нынешние постметалисты в большинстве своем работают скорее над звуком, нежели над видоизменением материала и жанра в целом. Очень тяжелый, очень медленный и пробирающий до костей альбом, не оставляющий никаких сомнений в том, что именно Невроз принято считать королями постметалла. Да здравствует Скотт Келли со своим самым узнаваемым вокалом в жанре. Далее, «Rosetta» «Galilean Satellites». Под началу я очень хотел добавить в этот топ более весомую в общепринятом смысле пластинку «Rosetta» — детерминизмов моралити 2010 года. Но в итоге, слушав долго и упорно их релизы до 2010 года, я понимаю, что именно дебютный полноформатник «Galilean Satellites» заслуживает максимального внимания. Интересная фишка этого альбома. Он состоит из двух дисков, которые ты, по идее, должен слушать одновременно. На первом диске основные треки, на втором — амбиентные шумы и заполнялки. И раньше у меня в плеере жил рип этого альбома, где умельцы, конечно же, склеивали эти две дороги. Но сейчас на стримингах такой версии, к сожалению, нет. Сам же альбом — это, по словам музыкантов, металл для астронавтов. И это лучший образ для их творчества. Невероятно глубокий и одновременно широкий звук. Крайне размытые партии инструментов. Глубочайший экстрим, утопленный в микс. И крайне психоделичные и медитативные мотивы. Все это вместе дает очень крутой эффект. Именно с розетты будет легче всего полюбить постметал. The Ocean — антропоцентрик. Постметал всегда рука об руку шел с прогрессив металлом. И вот The Ocean — один из лучших представителей этого союза. Их антропоцентрик запомнился мне за невероятное живое выступление в моем родном городе. А также за довольно экспрессивное и показательное в плане балансов жанра музло. Жуткая концептуальность коллектива и, с одной стороны, каноничное, а с другой стороны, свое звучание закидывают антропоцентрик в один из лучших десяти постметальных альбомов по версии «Ушей в огне». Майтрея. Помнят камни. Вот мы и добрались до отечественного постметалла. И Майтрея — это довольно интересный его представитель. Сразу солью основную фишку коллектива. Это крайне уместное, но невероятно своеобразное использование горлового пения северных народов. В сочетании с крайне актуальным на тот момент звучанием и очень глубокими по проработкам и смыслу текстами получается просто дико крутой коктейль. Я помню, что первый раз этот альбом прослушал практически сразу же после его выхода. И с тех самых пор он не выходит из моего плеера. Затем я позвал этих ребят отыграть в Челябинске. И представьте мое удивление, когда я узнал, что состав участников — это практически группа «Ёптыть», если помните такую. Ну и волею судеб сейчас гитарист Майтрея Тимур монтирует вот уже года два, как все видео «Ушей в огне» и делает это очень даже хорошо. Я искренне порекомендую вам обратиться к Тимуру, если вам нужно хорошо смонтировать видео, что-то снять, при этом сделать это по приемлемой стоимости и так, чтобы было не стыдно. Ссылка на Тимура и на его работы в описании видоса. А еще у парней на следующей эпишке был постметал-кавер на туче Иванушек Интернешнл. Вот такая вот фишка. И вот мы добрались до самого построкового коллектива из списка. Деревья крайне удачно балансируют на грани построка и постметал, умело совмещая построковые ходы и тяжелющее метальное звучание. Эмоциональные взрывы, переходы на перегруз и меланхолично-апокалиптическая атмосфера я лично полюбил это все с первого же прослушивания. Три гитары закладывают тебе за уши столько энергии, сколько с десяток современных групп не заложит. Очень запоминающиеся мелодии, крутые ходы и фишки, которые навсегда врезаются в твою память. В этом весь Above the Earth, Below the Sky. Последующие работы деревьев тоже заслуживают вашего внимания, но именно этот альбом серьезно поменял мои взгляды на постмузыку. Айзис — это группа с одной из самых показательных дискографий в истории постметалла, и в большинстве своем люди выбирают лучшим их альбомом Моушейник 2002 года или Паноптикон 2004. Но я выделюсь и скажу, что на мой вкус куда круче In the Absence of Truth 2006. Почему? Я в этом альбоме чувствую больше баланса, размеренности и гармонии. В некоторые моменты он крайне тяжелый, в некоторые, наоборот, тягучий и плавный. Я нахожу именно в нем столько стоической эмоциональности, сколько не находил нигде. Саундскейпы, которые рисуют музыканты здесь, это что-то волшебное, а в некоторые моменты и враждебное, но, несомненно, глубокое. Я очень люблю In the Absence of Truth, и, как мне кажется, именно с него нужно начинать знакомство с жанром. Ну и, да, судя по всему, именно этот альбом является моим самым любимым альбомом в рамках постметала. Ну что, друзья, груз постметала наконец-то слезает с моих плеч. Вот здесь плейлист, в котором я собрал все свои видеообзоры на различные постметал-релизы. Вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш личный вкус. На этом, пожалуй, все. С вами был Андрей, уши в огне. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует...